Добрый вечер! Я извиняюсь за задержку, у вас были технические сейчас проблемы с фейсбуком и с переводчиком, поэтому сегодня, во-первых, мы начали, к сожалению, позже, во-вторых, текст нам придется переводить по ходу, ну давайте тогда быстро перейдем к тексту. Итак, мы в пятнадцатой главе книги Ротатшева Раба Кока, у нас сейчас одиннадцатый абзац. Я буду читать предложение за предложением и переводить. Добрый вечер! 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 он будет он восстановится построится и укрепится вернется к своей силе и ко всем своим жизненным органам и функциям которые ему нужны с помощью того что его вера и страх и трепет то есть высший освященный то есть суть ее высшая божественная она распространится усилится распространится усилится улучшится да и станет более мощным что коль бонне аума явово леомя каимет шел никуда зол вааз бекол мале двора вааз яризо лецма ваалямам бекол кедол леку венашу вэлэшэм все строящие восстанавливающий наш народ придут к глубине этой этой истины и тогда громким великим голосом полным силы полной мощи и могущества они объявят для себя про себя и про наш народ великим глазом пойдем и вернемся к всевышним адшува адшуват эмет ваадшува махон гвурат адшуват этот оз витарцумот леколе сайфим амайсим ваарухлим леколе алихот кулан адрушот лебинян аума кулана лекцат ледхи 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 амдата айнайм ципакахна анышамат тизах ора яврик мауфа етгедел дам нивра якум ом гадол адсув варав ора луим алав вегдолат леом лу калави якум векари этнос этнос и тогда это великое этот шува будет правдива шува и она будет местом 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 шельгбура местом величия местом мужества и она даст мощь и силу для всех для всех ветвей и духовных и материальных для всех путей которые нужны для построения народа для построения и усиления и улучшения для воскрешения народа к жизни к усилению и и и его народа как бы место а глаза раскроются душа засветится ее свет засверкает ее полет усилится и созданный народ станет великий и мощный народ свет Бога на нем и величие народа ему как лев он встанет и как и как лев он возвеличится на иврите здесь много есть просто синонимов слово лев по-русски я затрудняюсь давайте попробуем понять про что он говорит то есть а требок он немножко сам по себе он немножко как мне кажется он немножко мюрфаль как это говорится он немножко не четкий он немножко размазанный соответственно нам придется попытаться найти здесь какие-то намеки но в тот момент когда мы ищем намеки то как бы это может быть верно это может быть неверно у меня ощущение что в этом отрывке раб говорит обращается к нерелигиозным строителям земли Израиля и говорит им что если они вернутся к тому что они отбросили по крайней мере частично это как бы традицию то это им добавит силы и духовных и материальных силу и мощь продолжать строить и обустраивать эту землю мне кажется это вот как бы ну то что здесь но еще раз это намеки у которых есть конечно как это они крепятся в тексте но можно попытаться видимо прочитать и по-другому я не уверен абсолютно что это прочитание оно оно верное но это что я предлагаю давайте в этом ключе еще раз прочитаем наш отрывок и попробуем понять мое объяснение оно как это в ту сторону или может быть я может быть есть что-то более простое и так наш народ он отстроится и улучшится усилиться и все его государственные институты придут как бы будут в развитом виде с помощью иммуниют в и и и значит иммуниют это понятно иммуниют это слово иммуна это вера добрый вечер Лена Ирия вот это не до конца понятно что это я это перевел как от слова Ира как трепет но это даже в переводе не до конца мне понятно как это правильно что здесь имеется ввиду окей то есть здесь как бы Раф говорит что от традиции у нас будет польза не только для религии она будет также польза для тех кого интересует построение государства и укрепление его института лимухонот хаим кулам то есть все как бы инструменты для жизни для жизни народа что это за инструмент это как бы государственные институты экономика это армия это полиция это медицина это как бы наука и так далее все государственные институты то чем заняты те которые строят государства и интересует это как мы усилием государственные институты как мы сделаем так чтобы они были развиты а он говорит достаточно в общем-то достаточно удивительную вещь да и для строителей государства и для религиозного народа тоже что именно возвращение к трепету именно возвращение к вере они помогут нам строить государство что такое это вера и это трепет это тохана ацелями кудаши а то есть это суть утонченной высшей святой это то есть это утонченная святая божественная суть этого народа к этому раб предлагает вернуться он распространится усилится и что улучшится и опять таки усилится и тут раб говорит более прямо дальше кольбуна и ума все которые строят народ это во-первых те которые строят физически также видимо к этому можно добавить те которые заняты также традицией и заинтересованы в построении государства но в основном видимо все-таки все строители восстановители народа в основном это видимо все-таки относится к нерелигиозным поселенцам строителям но слово коль все она меня здесь немножко смущает как обычно это слово которое ураво имеется ввиду большой охват поэтому я здесь не сосредоточиваюсь только на них немножко расширяю они все осознают глубину правды глубину правды в этой идее и тогда голосом наполненным мощи и силы они заявят по поводу себя и по поводу всего народа великим глазом пойдем и вернемся к Всевышнему и это будет великая чува чува правды чува которая будет место мужества здесь я немножко остановлюсь что такое чува место мужества иногда чува может быть не место мужества иногда чува это может быть как мы учили в нашей книге тоже то чува вначале она ослабляет человека с тем чтобы в конце его усилить а у человека может случиться ошибка он может в этом ослабленном состоянии застрять тогда чува как бы как-то с ним сыграет злую шут вообще то есть мы очень часто воспринимаем переход от светской жизни к религиозной как какое-то ослабление жизненных сил человек он жил полной жизнью а сейчас он немножко такой ограниченный здесь рам говорит про великую чуву которая будет местом мужества местом сил именно мы не придем к какому-то уменьшению жизни жизненной силы удовольствия от жизни а наоборот это будет чува в махонгмур это будет место места силы и чува даст силу и возвеличивание для всех ответвлений и духовных и материальных которые нужны для всех путей которые нам нужны для построения народа и его улучшения его укрепления для восстановления для воскрешения ее к жизни и для усиления ее ее да это может быть это чтобы она смогла хорошо стоять на своем и глаза раскроются и душа осветится засветится ее свет будет засверкает ее полет усилится и созданный народ восстанет великий народ и очень и очень сильный свет бога на нем и величие народа с ним как лев он встанет и возвысится вот в таком вот ключе мне кажется правильно отнестись к этому отрывку но я буду очень рад послушать как вы это как вы как вы к этому относитесь пожалуйста и потом посмотрим позы начали у нас останется еще время на следующий отрывок я уже не знаю давайте посмотрим пожалуйста кто-то хочет что-то сказать я буду очень рад послушать но хочет нестись Натан мне кажется мы здесь имеем дело с пророчеством которое очень подходит особенно для сегодняшнего времени вашей страны я говорю о том что здесь во-первых то что государство должно быть религиозным ну так сказать и со всеми вытекающими то есть я вот тогда еще тоже говорила что надо менять религию людям которых вы кормите чтобы не было проблем и так далее и тому подобное но в основном если вкратце то это о том что государство должно быть религиозным и должно опираться на свои корни натору во всем огромное спасибо Виктория действительно этот аспект я пропустил конечно это пожелание на будущее и мы видим что уже прошло сто лет со временем смерти Рава и это еще не реализовалось безусловно пророчество на будущее и нужно подчеркнуть что мы на сегодня еще не видим что это реализовалось это очень важное хорошее замечание именно так это что-то что Рав подталкивает к этому что Рав говорит что это принесет нам всем благо но этого еще не произошло и не только во время Рав но еще также в наши дни это безусловно очень важное дополнение огромное спасибо Виктория это очень замечание к месту там кстати вот слово мужество использовано потому что вот для этого всего нужно иметь огромное народное мужество и умение стоять на своем несмотря на всю общественность на весь остальной шарик тут вот это слово оно одно из ключевых отлично еще раз да безусловно во первых в любом случае да именно во всех отрывках Рав особенно в тех которые не до конца понятны нужно обращать внимание на повторяющиеся слова на ключевые слова это очень важно и здесь действительно слово мужество его синонимы оно очень много раз сейчас посмотрите давайте посмотрим очень короткий и давайте посмотрим обратим на это внимание спасибо большое это сила народ вернется к мощи и роет это трепет ну ладно пропустим опять опять-таки это самое а сила ее внутренняя внутренняя народная суть она усилится и еще раз усилится теперь вот тогда голосом полным мужество и силы в общем-то синоним великим голосом опять великим голосом это тоже и теперь чувак будет правды и место для мужества опять муру возвращается надо даст силу в усиление отзывы это отцу вот это тоже сила такая другая которые нужны для построения народа для доставления из жизни для усиления ее и тогда глаза раскроются и ее полет усилится и окей то есть мы действительно вегдулат да то есть действительно как вы хорошо обратили внимание и абсолютно верно да слово мужество сила и так далее оно здесь возвращено здесь очень много раз возвращается то есть это действительно и нужно мужество с одной стороны это можно даже с другой стороны сказать что ребята вы строите государство вам нужна сила и государство нужно сила государство это начало слабое ему нужно много сил народ израиля восстает из мертвых просыпается ему нужно много сил он как бы после долгий спячка просыпается ему нужно набраться сил и этим строители государства заняты вот он путь как государство сможет набраться сил с одной стороны это мужество с другой это силы что здесь рядом для того чтобы добавить государству народу сил нам нужно с мужеством действительно вернуться в силы да я согласен Виктория это еще одно очень хорошее добавление вот я думаю посмотрите на следующий отрывок давайте попробуем у нас с одной стороны немного времени с другой стороны мы начали давайте попробуем прав меня здесь несколько давайте постараемся коротко обсудить значит наш и это самое можно будет поднять тогда бокал потому что у нас 12 последний абзац нашей 15 главы и мы переходим тогда на 16 предпоследнюю главу всей книги итак Акара стоп секундочку осознание того что унижение принижение морального возвышения моральной силы она препятствует литературному цветению это особенное израильское чувство по простому понимание чтобы хорошо писать литературу нужно сделать чувство нужно как-то разобраться со своей душой и улучшить свое моральное место Только мы понимаем, действительно, что чтобы исправить литературу, литераторы должны очистить сперва свои души. Мы чувствуем потребность великую в тшуве для того, чтобы вознестись к чистым высотам литературы, светлой и особенной. Нашей светлой и особенной литературы, которая истекает из источника мудрости Израиля, где святость и чистота, вера и мощь, и духовная мощь – это его источник. Вот так. Здесь я хочу сказать пару своих мыслей, которые у меня вызвало. Я одновременно с этим у нас не очень много времени. Мысль меня вызвала такой. На сегодня именно эта идея, по крайней мере, то, что я чувствую. Эту именно идею очень часто продвигают именно секулярная часть общества, и не только израильского на сегодня, а именно религиозная часть или более консервативная часть не приемлет эту идею. Значит, идея простым языком выглядит так – мы отделяем творца от его творчества или нет? Есть у нас требование, чтобы творец, писатель, он был морально на уровне достоин? Или если он пишет хорошую литературу, то какая она разница, как он себя ведет в личной жизни? И это на сегодня спор. Общий мировой. И мне кажется, это вот та часть, которая сегодня именно давка вот этой идеи на сегодня, опять-таки по моим ощущениям, именно сегодня придерживается гораздо сильнее именно секулярная часть, которая пытается отменить писателей, которые не соответствуют моральным стандартам. И при всем моем общим неприятии, это вообще многих из этих подходов, здесь, мне кажется, сопротивляться – это немножко уже неправильно, совсем неправильно. Действительно, идеально, чтобы литература, на которой мы будем расти, которая будет нам примером, с помощью которой герои, которых мы будем на них смотреть, они будут нам примером для подражания. И вот это разделение, которое уже принято, что мы не разделяем, то есть мы добро разделяем. Когда у нас хорошее произведение, классно написано и здорово, мы говорим, мы не знаем и знать не хотим, как этот писатель жил самостоятельно и чем он там занимался. Произведение хорошее мы его берем. То есть идеально было бы, конечно, чтобы мы бы действительно требовали от писателя, который хочет нас чему-то научить, соблюдение моральных норм. И достаточно высокий. Влияние этого, видимо, будет и на уровне открытым, и на уровне подсознательным каком-то, скрытым тоже. Вот, то есть я тоже тут сейчас говорил полунамеками, но мне кажется, вот именно вот этот наш последний отрывок про литературу, здесь вот как бы вот такое у меня отношение. Теперь я, как всегда, хочу послушать вас. Натан, мне кажется, сложно требовать от человека искусства морального облика, потому что сам по себе этот человек, он не подразумевает. Ну, вот человек искусства, духовный человек, он, ну, такой, там до морали далеко, как обычно, потому что темперамент и так далее. Мне кажется, что здесь речь идет об общей пропаганде. О любой, не о литературе, а о пропаганде, о том, на чем она должна базироваться, какой критерий отбора правильной пропаганды. Не сами люди. Люди могут, он, извиняюсь, может быть алкоголиком, но при этом он может прекрасно излагать действительно моральные вещи, истинные ценности какие-то. Я думаю, не в людях дело, а именно в том, чтобы это то, что поступает из-за, ну, что является пропагандой, литература, журналистика, телевидение, чтобы все это шло в ногу с, ну, если грубо сказать, с Торой, с моральными ценностями Торой, с пониманием истинной еврейской веры, еврейского взгляда на жизнь, я тоже вот так вот, ну, корявенько немножко говорю. Мне кажется, не надо забывать вот именно свой особый еврейский вот взгляд на вещи. Не надо вот это вот полумер таких вот, ой, но это слишком, это неважно, вот это мы уберем, это мы не уберем. А вот мне кажется, нужно вот к своей самобытности возвращаться. Не обязательно это должно быть все очень строго, морально, там ни шаг влево, ни шаг вправо. Это просто должно соответствовать человеческому, вот таким вот человеческому еврейскому взгляду, еврейским ценностям, что ли. Вот как-то так. Я по-другому не скажу. Я не говорю про нормы самого произведения, я говорю про нормы автора. Автор может описывать какие-то очень отрицательные явления и отрицательных героев и так далее. И писать разным языком. А требования к автору. Теперь. Вы меня немножко успокоили, потому что это самое. Хотя бы где-то я с вами в конце концов не согласен. А то я уже испугался, что все. Здесь я с вами не согласен, к сожалению, со всем. Насколько я понимаю этот тревог, он говорит именно о литературе. И именно о литературе, как культуре, как чему, на чем-то человек воспитывается, учится, а не на пропаганде. Именно на литературе, которая тоже пропаганда, конечно, нас воспитывает, но она гораздо более тонкая пропаганда. Это как бы само воспитание. Это литература. И радость говорит о литературе. И я как бы стою здесь на своем. Что радость имеет в виду, да, вот эти современные веяния, которые радость говорит, что это чистые израильские. На сегодня это не израильские, а общие мировые веяния. Что мы начинаем требовать от тех, которые создают смысл, тех, которые создают смысл, тех, которые создают содержание какое-то культурное. От них мы требуем, окей, профессионально твою работу оценить профессионал. Но мы требуем от себя на сегодня, чтобы ты соответствовал мораль, моральным нормам. И этого соответствия не было на протяжении большей части человеческой истории. Как я сказал, было разделение. Ты хорошо пишешь, ты создаешь классное кино, отлично. Ничего другого нам не интересно. И на сегодня начинает быть интересно. И это положительный аспект. Виктория, не обязательно со мной соглашаться. Так и можно, если вы считаете, что я не прав, я думаю, правильно стоять на своем. Но в данном случае я с вами согласиться не буду. Натан, ну у меня мысли тоже корявенькие, они же у меня не обкатанные. Я совершенно с вами согласна, что может быть это действительно такое слово пропаганда. Именно вот вы правы в том, что формирование тонких вот этих, тонких душевных струн, тонких настроений. Может быть действительно не пропаганда. Я склонна к рисковатым таким заявлениям максималистичным. Вот да, именно к формированию души, формированию настроений, воспитания молодежи. Вот такие тонкие струны, не в лоб которые, а на самом деле они лучше действуют. Они не вызывают аллергической реакции, отторжений. Они подспутно действуют на человека. Совершенно с вами согласна. Спасибо. Спасибо всем вам. Все, мы тогда завершаем. На сегодня я извиняюсь, что мы начали гораздо позже. И у меня сейчас технические проблемы всякие. Надеюсь, в следующем разу мы их разрешим. Хорошо. Тогда все... Да, Магда, пожалуйста. Да-да-да, я буду очень рад вас услышать. Пожалуйста. Магда, вы хотели что-то сказать? Хорошо. Тогда всем всего лучшего. Если будут какие-то еще идеи, можно будет написать в нашем канале. Хорошо. Хорошо. Добрый всем вечерин. До свидания.